Девушки отдыхают Сначала очертим проблему. Традиционная схема объяснения адаптивной эволюции. У нас есть некий организм с геномом 1 и антогенез 1. Под антогенезом будем понимать общее строение организма. Есть среда, есть вариации генома. В результате вариации генома у нас появляются организмы Г2О2, Г3О3. При этом подразумевается, что геном соответствует некому антогенезу, некому строению организма. И под влиянием среды выбирается один из организмов, который максимально соответствует. По сути, мы можем записать схему такую. Геном 1, среда, геном 2. Эта схема работает идеально для одноклеточных. То есть происходит некая мутация или какое-то изменение генома в одноклеточном организме. Происходит изменение морфологии одноклеточного организма. И это новые белки, новые процессы. И если эти изменения положительные отбираются средой, то эволюция направляется в сторону положительных изменений. Если отрицательные, то организмы гибнут. Проблема возникает в том, что эту же схему в современной биологии и синтетической теории эволюции применяют и к многоклеточным организмам. То есть если мы рассматриваем, вот здесь многоклеточный организм, то точно так же рассматривается и изменение генома, изменение морфологии. Среда отбирает, появляется новый геном. Ну все, нормальная схема, древнистская схема отбора. Есть только одна проблема, или две проблемы. Первая проблема – это скорость эволюции. То есть если мы рассматриваем эволюцию, адаптивную эволюцию одноклеточных, то у нас появляется так, что миллионы одноклеточных популяций, и делятся они практически через несколько часов. И вот этот отбор, модификация, изменение морфологии, модификация генома, вариация генома, изменение морфологии, и отбор идет очень интенсивно. И все равно при этой интенсивности отбора эволюция одноклеточных занимала несколько миллиардов лет. Если же по этой схеме будет происходить отбор многоклеточных… – А откуда известно, что несколько миллиардов? – Четыре миллиарда лет в жизни на Земле. Первой клетке. То есть до появления первых многоклеточных – это где-то 800 миллионов лет назад. То есть 3 миллиарда шло только до эволюции одноклеточных. – Ну как считается сейчас? – Может быть и бесконечно долго? – Нет, не важно. То есть столько длилось у нас на Земле. Не важно, сколько она могла быть. Но есть другой факт, что эволюция, адаптивная эволюция многоклеточных, а в частности высших млекопитающих, длится десятки миллионов лет. То есть слоны, киты появились за десятки миллионов лет. То есть скорость эволюции, адаптивная эволюция возрастает. И очень сильно возрастает. – Да, есть такой факт. – Но при этом схема объяснения через вот эту одноклеточную схему модификации генома, модификации морфологии, отбор, закрепление отбора осталось той же самой. – Да, должно быть прям при положенном результате. – Да. То есть у нас получается так. Срок между модификацией генома, формированием гомет и появлением следующего потомства, по-возреву, уже числяется не часами, и не днями, а месяцами, а то и годами, а то и десятилетиями. И плюс количество потомства исчисляется уже не миллионами, а единицами, но десятками, да? Максимум сотнями. – Да, должно медленно идти. – То есть эмпирический факт. Эволюция ускоряется, а согласно этой схеме, согласно этой схеме, должно замедляться очень сильно. – Нужно, да. – Второй, вторая проблема. Все было ничего в этой схеме одноклеточной. Если бы у нас изменение генома однозначно соответствовало изменению антологии и морфологии. То есть доказано, что это был при догмат начала прошлого века один ген, один, ну, в середине, один ген, один признак. Доказано. Нет такого соответствия. То есть изменение генома не влечет однозначно к изменению признака. И более того, что при одном и том же геноме, при одном и том же геноме у нас может получиться разные антогенезы. Это эпигенетическая теория эволюции, доказано все. То есть мы берем один и тот же геном, помещаем в разные условия и получается разная морфология. То есть изменение морфологии, которое подвергается отбору, отбору подвергается морфологии, не геному. Да, 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 честно. Да. А геном один и тот же. То же самое. Поведенческий уровень. Активно меняется поведение, но оно не зависит от генома. При одном и том же геноме в разных условиях может разное поведение быть. То есть получается то, что отбирается, а отбирается поведение, отбирается морфология, никак не зависит от геномов. Напрямую. И получается у нас продукт, что вот по этой схеме, по этой схеме современная адаптивная эволюция, то есть нервно-клеточная, никак не может осуществляться. Вот нарисуем вот такой вот схем. Ну, во-первых, мы уже упомянули, выделили, что есть у нас уровни организма. Генетический, онтогенетический и поведенческий. Вот три уровня. Это у нас организм. Наиболее подвижный у нас поведенческий уровень. То есть он меняется даже в пределах жизни одной особи. Изменение поведенческого уровня может привести к поведению П-штрих при сохранении морфологии антогенеза, при сохранении антогенеза и при сохранении того же генома. Они равны. Антогенез меняется довольно часто и быстрее, чем геном. То есть при изменении температуры, изменении других условий тоже может развитие организма пойти по другому руслу. То есть мы можем прийти к антогенезу штрих, при этом может появиться поведение еще изменится П-штрих и опять при том же самом геноме. И мы получаем, но в конечном итоге, в конечном итоге мы получаем организм, скажем, поведение два штриха, морфология, антогенез штрих и некий геном, который поддерживает эту антологию. Антологию говорю? Нет, антогенез. Антогенез. Этот антогенез и это поведение. Но при этом, при этом у нас в биологии запрещено влияние поведения и антогенеза на геном. То есть каким образом геном? То есть мы знаем, например, что некие формы поведения генетически закреплены у высших, у неликоподавающих. То есть каким образом это происходит, это неизвестно. То есть по современным представлениям должно быть так, что некое изменение генома у одной части популяции, у другой части, у третьей разное, птицы, одни полетели на юг, другие на север, другие на восток, другие на запад. Те, которые выжили, у тех изменения генома соответствуют, куда они полетели. Еще более абсурдное. У страусов вот здесь вот на груди мозоль генетически закрепленная. Они опускаются на песок, чтобы не обжигать. И для того, чтобы вот эта мозоль у них генетически закрепилась, по современной эволюционной теории, должно, конечно, половиться здесь, половиться здесь, появиться здесь, появиться здесь, появиться здесь. И выжили только тело, которое появилось здесь. То есть мозоль, которая явно приобретенная, они опираются на песок, она по современной теории должна появиться везде, где угодно. как мы пытаемся справиться с этой проблемой? Во-первых, мы уже говорили о том, что если мы рассматриваем одноклеточные, то да, там изменения, модификация генома, вариация генома является определяющим для изменения морфологии. но для многоклеточных есть поведенческий уровень со своими изменениями, и есть антогенетический, антогенетический уровень организма, дубль, кто со своими модификациями. И более того, что есть еще свои методы сохранения изменений. То есть если изменилось поведение, то через подражание и воспитание, не касаясь генома, они передаются в популяции. Точно так же, если произошли какие-то изменения в антогенезе, они через нахождение плода в матери передаются не генетически, а сохраняются в поколениях онтогенетически, через антогенез. И только есть определенный уровень генетический, где изменения генома сохраняются по самому факту своего изменения. Попробуем обратиться к истории. Мы уже говорили, что были одноклеточные, да, и был некий генетический этап развития биосферы. Когда среда воздействовала на организмы, и геном менялся, геном 2, геном 3. Стандартная схема, по которой сейчас нам неодравинизм и дравинизм рисуют. Следующий этап, когда появились многоклеточные. геномы, куда у нас делись вот эта линия одноклеточная? Она сохранилась внутри в виде половой линии клеток. То есть клетки, которые передаются от матери к ребенку, дальше, дальше, они сохранились, и одноклеточное это развитие у них продолжается. Здесь изменение генома точно так же продолжается. Но средой для этой половой линии клеток является уже не внешняя среда, а онтогенез. То есть появился следующий онтогенетический уровень наравне с генетическим. Уже на него влияет среда. И появляется у нас агеном меняется уже под воздействием измененного онтогенеза. То есть средой для изменения и адаптации клеточной популяции, половой линии клеток, которая непрерывно от всех является сам онтогенез. Следующий этап эволюции возник. Поведенческий уровень. Геном здесь два штриха допустим. Поведение для онтогенеза является уже внешней средой. То есть ну скажем так пример. Если вдруг изменилась ситуация в популяции и стало поведенчески более выгодно догонять а не засады нападать на жертву, то поведенчески это значит, что стало более выгодно бегать, а не сидеть. То есть и вот это поведение уже может влиять на онтогенез, и у кого онтогенез с большими ногами, с длинными, те выбираются. Но это не значит, что это изменение длинной ног было зафиксировано генетически. Нет, то есть геном, геном один и тот же позволяет в неких пределах и более длинной ноги, и более короткие, в зависимости от каких-то условий. вот, и поведенческая среда является уже поведение является средой для развития онтогенеза. И общая схема, возвращаясь к общей схеме, у нас получается, опять же, как вы рисовали, три уровня организма. Генетический, онтогенетический и поведенческий. Наиболее быстро меняется поведенческий уровень, и переходит, скажем, в П-штрих. Теперь он является уже средой для изменения. Так, здесь, значит, здесь онтогенез не изменился, геном не изменился. На следующем этапе изменение поведения является средой для изменения онтогенеза и переводит онтогенез во штрих. Да? Так, и на следующем этапе уже геном переводится в измененный состояние. сформулировать это можно так, я очень субурно сегодня, конечно, рассказываю, что на каждом этапе внешний уровень, внешний уровень, поведенческий, антогенетический, является средой для низшего уровня. То есть мы должны рассматривать эволюцию генома в онтогенестической среде, а эволюцию онтогенеза в поведенческой среде. И таким образом, таким образом, мы получаем влияние, вот, нисходящее новация, появившаяся в поведении, и на следующих поколениях она закрепляется онтогенестически за счет того, что выбирается онтогенез наиболее подходящий к этому поведению, а на следующем этапе изменение генома внутри антогенеза отсеивает те гаметы, которые наиболее адекватно обеспечивают этот антогенез. Какие проблемы здесь мы решаем? Во-первых, мы решаем проблему скорости эволюции. То есть мы рассматриваем уже причины изменения, не изменения генома, которая действительно никак не поменялась с момента одноклеточных, а причины изменения это поведенческий уровень, который вообще меняется в ходе жизни одной особи, онтогенестический уровень, который меняется в поколениях. А геном уже приспосабливается к изменениям онтогенеза. Он рассматривается как среда. Потом нужно рассматривать то, что среда антогенеза она активная. Это активная биологическая среда, химическая среда. И отбор гомет, отбор половой линии клеток в среде антогенеза происходит наиболее интенсивно, чем в пассивной внешней среде. С этой точки зрения объясняется феномен, почему в природе высших многоклеточных удлиняется срок пребывания организма внутри организма матери. Именно для того, чтобы как можно дольше воздействовать антогенез матери на плод. И также объясняется, почему удлиняется период созревания полового организма. У нас, у людей до 16 лет мы находимся рядом с матерью. В высших организмах тоже. То есть этот период нужен для того, чтобы передать поведенческие навыки. То есть если бы схема была одноклеточная, то только по изменению генома, то всех этих этапов и всех этих принципов строения не потребовалось вообще. Они как бы лишние. Решается проблема скажем, очень занятная такая. Почему у мужских особей высших многопитающих половые клетки снаружи? То есть, казалось бы, если мы действуем под... Нет, там-то есть температура как-то связана. Это связано прежде всего с тем, что половые клетки женских особей защищены, их малое количество, защищены, они изначально очень сильно защищены оболочкой. И они соответствуют стабильному, консервативному направлению эволюции, чтобы сохранять. А половые клетки мужских особей наоборот вынесены наружу. И они не защищены, у них нет оболочки до полового созревания. Для того, чтобы наиболее остро воспринять воздействие среды и поведенческой, и внешней. То есть если бы было только мутации, то есть не было отбора в линии половых клеток, то необходимости не было никакой. Не, ну там как-то медицинское объясняется. Не, ну медицинское здесь мы про биологию говорим, не про медицину. Вот. Кстати, объясняется цепарадокс. Таким образом. То есть если бы цепарадокс это несоответствие размера генома и сложности организма. Ну, 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 ну как? Вот. То есть здесь если мы движемся по стандартной схеме, когда каждому изменению генома соответствует некая морфология, тогда действительно должно быть увеличение генома пропорционально усложнению морфологии. В данной схеме геном не продуцирует новации, а всего лишь их воспроизводит однозначно. И для этого нет необходимости появления новых генов, а только налаженной связи между генами. То есть сетевых, что сейчас доказано, наличие в генах сетевых структур. Также есть то есть как раз наоборот получается, цепарадокс. получается, что к нам многие гены для нас создаются аторизмом. Их народ должны сбрасывать. Нет, нет. Генов минимальные. Количество нас 20 тысяч. 20 тысяч. Это НЗ, а не аторизм. Нет, нет, нет. Вообще, по сути, если здесь разбираться, в современной теории эволюции заложена очень парадоксальная идея с генетической теорией, геном и генетический механизм это всего лишь механизм производства белков в одной клетке. И никакого отношения к организму он иметь не может. То есть для генома организма не существует в принципе. То есть живет клетка внутри организма, развивается по своим законам, получает метаболиты, испускает какие-то метаболиты, взаимодействует с соседними клетками, и геному до организма нет никакого дела. Он может фиксировать изменения организма, генома, но не продуцировать изменения. Ну и чего? Что как раз отражает в уровне в теории уровня отговора. А если произойдет случайная мутация, она же отразится на вот такие ныки? Нет, может не отразиться. Может отразиться. Так нет, ведь цель же парадокс, он говорит следующее, что огуренц сложнее человека с точки зрения генетической. Да. Пшеница еще сложнее. Да. Если у нас нет связи между геномом и морфологией, то тогда этот продукт снимается. Нет, ну мы уже из определенного водонаправления. Чем сложнее с нашей точки зрения объект, тем больше у него ген. Нет, нет, нет. Есть. Есть закон, который выяснили, то есть наш питерец, это называется закон роста минимального генома. То есть если мы возьмем одноклеточные, простейшие многоклеточные рептилии, птицы, лягопитающиеся, и выберем на каждом уровне минимальный геном, вот минимальный геном растет по гиперболе. на самом деле очень странно. Это не странно, это нормально. Возьмем на растение, выделим у них минимальный геном, возьмем млекопитающие, выделим у них опять минимальный. минимальный геном геном будет больше, чем минимальный геном у растения. Да, странно. Да. То есть мы берем все виды и находим у какого вида минимальный геном. все виды растений? Нет, все виды растений, все млекопитающие, все геномы, все геномы, все геномы, то есть связи между организацией, мы берем человека и какой-то червя, у червя может быть геном больше, чем у человека. Как правило, больше. Ну, не как правило, может быть, но если мы возьмем и среди всех червей минимальный, вот червя с минимальным геном, и у млекопитающих с минимальным, так вот минимальный геном у червя млекопитающих будет больше, чем у червя, хотя разброс может быть какой угодно. Это соответствует такому принципу, скажем, вот есть образование человека, скажи, есть связь между наличием библиотеки у этого человека и его образование? Нет связи. У кого-то человека может образованного все, не образованного в книге, да, а у кого-то может быть десятка. Но связь между минимальной библиотекой и образованностью есть. Вот скажи, что у кого нет совсем книг, тот скажешь, ну, сейчас, когда интернет уже не закончил. Я сильно все-таки об этом сомневаюсь, потому что... Нет, это точно. Это точно рассчитано. Это Анисимов, наш программист. Он давно с этой идеей носился, лет 10 назад, а года 3-4 назад с Марковым, с профессором, с биологом, они вместе с Картаевым написали статью, где все рассчитано, все подогриняется. А когда я все не знаю, поскольку я, например, твердый... Это точно, я тебе говорю, что все... Твердый всегда полагал, что самый сложный геном у амлёб. Нет, 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 нет. Самый сложный геном у млекопитающих, но при этом... Всегда, любой даже максимальный... Ну, я говорю, сейчас не минимальный. Я поэтому никогда не слышал об амлёбе с каким-то маленьким геномом. А у кого в таком случае он максимальный? У какого вида? Ну, можно посмотреть, у какого-то максимального. Это точно не млекопитающих? Ну, точно, да, 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 да. Но вот связь между сложностью и размером генома есть вот такая вот. Минимальный геном и сложность. Ну, это интересно. Ну, это точно не... Что? Ну, есть... Ну, потому что пшеницы по количеству нуклеотидных оснований, да, там она, по-моему, пшеница в 500 тысяч раз привез к человеку. Здесь вопрос идет о размере... Вообще, понятие размера генома, там же мусора, ну, именно не... То есть три участка, на которых не синтезируют дырок. Огромное количество. Назовемо черное, да, черное. Нет, не черное, мусорная ДНК. Нет, у меня интересен был вот конкретный пример, у кого же все-таки... Максимальный? Ну, вот я не знаю. Ну, вот я не знаю. Ну, вот я не знаю. Нет, потому что у малькопитающего какой-то был весьма сложный геном. Ну, большой по объему. Не сложный, а именно по количеству нуклеотидов. Да, я вот этого никогда не слышал. Я слышал всегда, что мё самые сложные большие геномы. Что, по-моему, 50 тысяч раз привез к человеку. Ну, да, давайте, я закончу резервы и сделаю. Да, у пшеницы 500 тысяч раз привез к человеку. Суборно совершенно рассказал. Да нет, мы поняли, поняли. Значит, теория урневоотбора, концепция урневоотбора, она, значит, наводит мосты между дарвинизмом и ламаркизмом. Дарвинизм говорит только отбор и изменений. Вот, ламаркизм говорит, есть сначала изменения какие-то у организма, и они сохраняются после, причем научения. В данной концепции да, есть изменения и есть отбор. Но не только генетические, а есть изменения на генетическом уровне, независимые на аутогенетическом уровне, независимые, извиняя, на поведенческом уровне. И они сохраняются в геноме, но не непосредственно от конкретной особи, как и ламаркизм, что вот если чему-то научиться в этой особи, она передаст. Нет, а только в поколениях через уровневый отбор. То есть происходит опускание новаций до тех пор, пока они не закрепятся в геноме. То есть если бы происходил мракистский принцип, что-то новое поведение появилось, оно сразу закрепилось. Такого мусора у нас было бы в геноме. А так происходит. Если сместилось поведенческое, или, скажем, развитие организма чуть-чуть сместилось при том же геноме, то происходит отбор половой линии клеток в сторону наибольшее обеспечение этого антогенеза. И через какое-то время он уже становится закрепленным генетически. Но нет однозначного соответствия признака и генома. А просто геном поддерживает. То есть можно сравнить метафоры языка. То есть если мы примем нынешнюю теорию эволюции, то мы должны в языке рассуждать так, что новое понятие в языке получается путем модификации слов. То есть мы там что-то говорим, и вдруг получается новое понятие. Точно так же модификация генома и получаются некие изменения в морфологии. Даже проблемы одинаковые у двух этих концепций. Если принять концепцию, что новое понятие появляется путем модификации слов, тогда непонятно. А почему у нас одними теми слова обозначаются разные понятия? Или одно и то же понятие обозначается одними теми разными словами? Точно так же есть некий морфологический признак у разных видов к соответствующему разному геному. И наоборот один и тот же геном может соответствовать разным морфологическим признакам. То есть это говорит только о том, что геном и язык лишь отображают изменения понятия, отображают изменения морфологии и сохраняют возникшие, а не генерируют их. Можно вопрос? А вот как быть с архаизмами? Мне кажется, согласно вашей логике, все архаическое должно отмирать. Нет, ничего. Но и оно тянется. Мне тоже казалось, что развитие человека, то есть развитие его млекопитающего происходит по пути отмирения архаичного. Нет, нет. Поэтому я это объяснял таким, что у улыбокосных геном гораздо меньше, чем у костеперта. Нет, нет. Нет, я имею в виду на уровне человека. Вот, допустим, берем только человека. На самом деле мы несем все архаичное поведение с незапамятных времен. И стоит только чуть-чуть измениться в обстановке внешней, и мы сразу становимся сначала как бы зверо-людьми, а потом просто зверяем. Ну, человек все-таки это биология. И не стоит переводить на социум. Не стоит переводить это. А если по биологии говорить, то организм это некая сбалансированная система. Сбалансированная. И любое изменение, это значит изменение в этом балансе. И если некий архаизм вписан в этот, то он существует, он ничем не мешает. То есть, если он был сбалансирован. А почему он не закрепляется генетически? Я имею в виду... Нет, он закреплен. Если бы наоборот, почему он не вытесняется генетически? А зачем он тоже затесняется? Ну, если он закрепляется, то новое изменение, новое поведение. А оно закрепляется генетически. Дело в том, что если какая-то структура генома уже в чем-то вырослась, то она и вырослась. Геном-то не меняется. Геном добавляется, а не изменяется. То есть, как язык. То есть, редко-редко слова пропадают какие-то. А в основном мы одними и теми словами моделируем новые смыслы. А все старые смыслы остаются. Вот есть геном с набором каких-то генетических элементов, и их комбинацией получается изменение в соответствии с новым изменением организма. А старые остаются. Почему они должны уходить? А также поведение и влияние на... Поведение. Новое поведение возникает из-за изменения среды. На самом деле, я не знаю, с примером, из русского языка. Что, нормально, то, что я говорю. Из языка, плохо. Выходит из употребления, либо модифицируется мало. По сравнению. Понятия не возникают так, путем модификации слов. У Сежа Парадокса, у него же есть и другая сторона. Собя, я не могу. Она состоит в том, что геном близкородственных видов, входящих в один род, может отличаться в разы. Да, может. В близких он берет. Да. Тигры и лев. Может отличаться очень сильно. Различаются в разы. Вот рядом тоже есть парадокс. С генетической точки зрения это непонятно так. И даже с этой не понятно. Нет, это понятно, потому что... Почему с этой точки зрения? Дело в том, что случайная модификация генома, удвоение геномов происходит... Ну, удвоение, блин. Удвоение происходит, да. Удвоение бывает. Тут особенно растение. Да, вдвоение, учителя. Да, учителя бывает. Учителя бывает. Да, случайно удвоение. И если бы была жесткая связь генома с морфологией, то... То есть, скажем, если мы вдруг к словарю, вот у нас есть словарь русского языка, добавим еще сотню, двести, тысячи слов. Ну что, совершенно не изменится, ничего не изменится. Ну, появились слова, появились они мусорные лежат. То есть, если бы, если у нас был принцип каждому слову соответствовать что-то, то тогда да. А так он может меняться, то есть, изменения генома сильно не влияют на функционирование организма. Да, но тогда котелька немножко получается дополнительная. У нас бывает, что ПО как бы не меняются фактически, а геном может меняться, в общем, и все-таки передел. Будет меняться и не менять ничего. Потому что он, скажем так, он приспосабливается к среде организма. То есть, это совершенно самостоятельная популяция половых клеток, которая живет своей жизнью. Вот, как механизм этот происходит. Да, и если в нем что-то произошло, ну скажем так, как в одноклеточных. Вот одноклеточные живут в некой среде. В них произошло что-то. Если они в этой среде вдруг не погибли, и они остались жить дальше, а среда изменилась, да. А если винился геном, и что-то, и сам они вымерли. Ну так, наверное, какие-то животные вымирали, когда у них что-то критичное геном происходило. А если не критичное изменение, то это никак не влияет. Они просто живут внутри, половая линейка клеток живет, внутри организма и живет. А вот явление апоптоза, когда как бы запускается механизм уничтожения организма. Апрофоза. Апрофоза называется? Апрофоза, апоптос. Нет, апрофоза. Когда, ну... Сосон убийства клеток. Апоптос. Апоптос. Апоптос? Ну, суть вопроса состоит в том, что ведь там идет уничтожение не просто на уровне половых клеток, а просто организм уничтожается, чтобы не влиять на всю страну. Не организм, а клетки отдельно. Ну, клетки уничтожают, а отцами самым умирают. Для чего это делается? Он же делает для того, чтобы этот организм не повлиял на всю популяцию. Чтобы он вымер, этот организм отдельный, а популяция сохранилась. Значит, существует какой-то... Для клеток для всех организмов апоптос, а для клеток отдельно. Для клеток на какой-то такой термин. Просто суть факта состоит в том, что тут как-то странно, вот этой схемы никак не объяснить. Нет, это... Получается, что внутри, как бы, все клетки внутри популяции... Нет, это у меня просто никого отношения. Это совершенно другая история, конечно. Здесь, это называется, концепция уровня, отбор адаптивных новаций в онтогенезе. Вы просто говорите, что половые клетки как-то сами по себе живут. На самом деле, все клетки как-то связаны. Все клетки в популяции. Нет, естественно, все они живут. То есть... Они даже в популяции все связаны, не только в одном организме. Получается, согласно апоптос, если верить, что это разумная способность... Ну, это отдельная история, более глубокая. То есть есть вообще... Здесь нужно поведевить механизм, который... Последование на апоптос... Здесь нет, здесь механизм... Вот мне точно такой же вопрос задает. Это механизм. А я говорю, а какой механизм отбора одноклеточных? Тот же самый. Механизм отбора. Происходит модификация генома половых клеток. То есть произвели сперматозоидов с модификацией... Проблема-то у нас состоит в том, что у нас все-таки геном-то по О и П подстраивается. Надо понять, почему он начал вдруг так быстро подстраиваться. Потому что... С вашей же точки зрения, это же тоже так же получается, что когда у нас ПО меняется, то геному вообще не нужно шевелиться. Нет, нужно. Ну, проблема состоит в том, что геном гораздо быстрее начинает подстраиваться у нас, чем у накрешенных растений. Я уже объяснял это. То есть, во-первых, ему нужно изменяться, как нужно одноклеточные в любой среде. То есть, в любой... изменилась среда, одноклеточные подстраиваются. Значит, и точно так же изменился антогенез, изменилось. Значит, уже если было одно давление отбора, да, какое-то, вот, в стабильном состоянии, антогенез изменился... Как это может происходить? И отвечаю дальше. По поводу скорости. Скорость, потому что это в активной среде. То есть, не в пассивной среде, а в среде метаболитов и в среде химической активной. И поэтому здесь стоит рассматривать, как... Вплоть до того, что это как искусственный отбор уже происходит. Да-да-да, как искусственный отбор. Как искусственный отбор. Нам надо понять, что у нас половые клетки в рамках одной и той же особи могут обладать различным генетическим содержанием. Да, они обладают. Они обладают. Расчет того, что хромосомы там и произвольны... Да-да-да. И еще один момент есть. У нас в организме специализированные клетки иммунной системы обладают механизмом подстройки генома. То есть, в течение жизни одной клетки есть механизм подстройки генома на иммун... То есть, так действует иммунная система. И спрашивается, если специализированные клетки организма обладают этим свойством, почему половые клетки, которые полные геномы, активен, не могут обладать этим свойством, подстраиванием генома при изменении среды? Вот-вот-вот. Вот это и есть механизм. То есть, это не механизм, а в принципе, ускорение. Почему оно ускорено? Да, потому что это же как раз по иммунной клетке. Мы знаем механизм, который подстраивается. А можно еще как-то, да, замещание там. Вот есть же там всякого рода произведения, типа Теярды Шардена, Теярнацкого и прочих там, которые рассуждают о том, что вот эволюция движется сначала на биологическом уровне, а движется, да, а тот переходит как бы на уровень социальный, потом на уровень разумный и так далее. То есть, какие-то уровни, да, вот там на асфере говорится и так далее. То есть, может быть, как бы просто эволюция, она не является всегда эволюцией вот как у вас биологической. Нет. В данном случае, как это называется. Отбор уровневых новаций в эндогенезе многоклеточных. Нет, нет, нет. Адаптивно так. То есть, это касается узко адаптивности. Я понимаю, а не может влиять так же все-таки и социальное, и социальное даже и у животных есть? Может влиять. Так поведенческий уровень. То есть, получается так, что у нас есть уровень поведенческий, на котором есть свой способ модификации, да, независимый от генома, да, и свой способ сохранения независимого от генома. Вот на этом уровне происходит... Я как раз говорю о чем? Просто с точки зрения эволюции, зачем-то, как бы, организм запоминает все? В течение своей жизни он все запоминает. Как бы, зачем-то, почему-то в нашей популяции обязательно существует огромное разнообразие, да, представленное и в поведении, как бы, и в морфологии. То есть, все-таки какие-то вариации всегда есть. Не получается так, что, как вы говорите, есть какое-то усредненное поведение, которое нас тратит. Нет, есть. Вариации всегда есть. Есть некая норма, норма реакции. То есть, для конкретной популяции есть норма, есть вариации. И эта норма может меняться. То есть, в данном случае, я говорю, когда я говорю об изменении поведения, изменения антогенеза, я говорю о норме реакции в среднем. Не, я понимаю. Ну, вот, например, вот... Популяции. Оно сбегается. Возьмем древнее время. Вот, например, нужны были, условно говоря, воины, да, нужны были священники, нужны были ремесленники. Ну, я не очень... Услово. Я пока, я понимаю, что это может быть... Это биология. Биология далеко. Адактивное приспособление на биологическом уровне, это совершенно специфично. И примеры на... Нет, просто даже, на самом деле, пока... Это образido выращаетесь целое поколение людей, да, допустим, поколение воинов, поколение там священников, поколение ремесленников. И это на самом деле... Это не все собственное свойство мужее. То есть это... Нет, но это все сложный, я эти эволюции. Получается, что... Он не влияет на эволюцию никак, на биологическую эволюцию. Биологическое человекам не влияет это. Ну, вот мне как раз... Не мог бы влиять, да? Да, мог бы. И это просто, я бы... Я вот просто думаю, что это странно, на самом деле, потому что... Нет, это не странно по одной простой причине. Это единственная причина, это единственная причина. Если бы это мало времени... Вот, допустим, возьмем это монашество, да сколько уже существует мир, монашество как бы... Хотя, с точки зрения биологии, это как бы неестественная вещь, да? Я рисую таким образом. Вот у нас, скажем, есть... Ну ладно, монашество это могло... Какой-то цикл или последовательность, или периодичность эволюции, скажем, ну допустим, физической, да? Вот цикл, да? Есть химической, он быстрее, да? Есть биологической, он еще быстрее. Между какими-то новациями, социальной еще быстрее, да? Между социальными новациями, меньше времени. Так вот, если вот расшифровать, вот здесь вот взять, вот последний цикл биологической эволюции какой-то, между новациями, и вот следующий, вот социальное в нем входит. То есть мы не дождемся последующего, то есть каждый последующий цикл эволюции вписан в шаг предыдущий. Ну, это как бы логично, конечно. Да, то есть именно ответ, почему не происходит биологическое, потому что оно настолько медленно, что если мы... Да, и социально отменяют полностью биологическое. Если вот он вписан... Нет, просто можно рассуждать немножко по-другому. Можно считать, что биологическая эволюция человека, в частности, завершилась, и сейчас идет эволюция на другом уровне. Да, так как следующий уровень... В социальном идет, да? В социальном уровне. Сейчас уже будет бесполезно. В социальном будет, да. Пожалуйста, там раз через раз, у меня на эту тему доклады эволюционные уровни и закономерности развития эволюционных уровней. А дальше может и чего какой-то уровень обнаружится, да? В постсоциальном, конечно. Земля, условно говоря, вся растанет разумной, да? Как один большой организм. Нет. Дело в том, что, если ты заметишь, что никогда последующий уровень не отменяет предыдущий. Он не заметил с предыдущего. То есть, когда сменился, вот как эта эволюция отошел от биологического уровня к социальному, биологическая осталась. А с ней ничего не произошло. А что наша фантастика так говорит, что роботы будут вместо нас жить? Не может так случиться, что мы будем просто препятствовать вот этому дальнейшему движению, просто отобрем, как мамонты, как мамонты. Животные нам препятствуют. Животные даже не видят. Да, это движение социальных страхов. Вот. То есть, когда возникнет следующий уровень постсоциальный, мы даже его не заметим. Мы его не заметим, как животные. То есть, у нас не будет средств выразить его. Как нельзя объяснить, что такое компьютер на биологическом языке. И выразить, и осознать. И осознать, и выразить, и как угодно. То есть, у нас не будет того, чего… Согласен, но просто организмом будет уже называться, сначала была клетка, потом многоклеточная, потом... А клетки пропали куда-то? Нет. Не пропали, животные пропали? Нет, так и люди никуда не пропадут. Ну, может, люди не пропадут, но организм будет называться нечто другое. В общем, нет, организм человека останется организмом человека. А то, что будет, скажем, для животных, что такое экономика? Для нее это ничто. А для нас это что? Нет, они живут в единстве организма, у них там свой обмен какой-то. Да, да, и точно так же мы будем жить в единстве некоторым, а постсоциум будет находиться на другом уровне. Да, и как бы уже разумно будет. Я полетел.